Всем привет! Это видео о том, что такое биткоин, какие есть способы его добычи, а также какие биткоин-кошельки использовать для хранения. Биткоин – цифровая валюта или криптовалюта – это всего лишь строки компьютерного кода, которые имеют денежную оценку. Это форма цифровых денег, созданная математическими вычислениями и контролируемая миллионами пользователей компьютеров, называемых майнеры, которая физически ничем не обоснована. Сегодня существует два основных вида добычи биткоин. Внутренний – это индивидуальное компьютерное оборудование или коллективные кластеры, так называемые пулы. И внешний – это облачный майнинг с использованием арендуемых вычислительных мощностей. Это не кардинально противоположные методы, а всего лишь два параллельных направления. Основные принципы у них одинаковы и рекламентируются протоколом хеширования биткоин. Если говорить о внутреннем виде добычи, то теоретически, используя его, производством биткоина может заниматься любой человек, имеющий производительный компьютер. Для добычи компьютер должен работать круглосуточно, осуществляя интенсивные вычислительно-математические задачи. Каждая задача имеет набор возможных 64-значных решений. Но имейте в виду, что с одним компьютером потребительского класса вы, скорее всего, потратите больше электроэнергии, чем заработаете биткоинов. Сегодня майнинг биткоина редко осуществляется с помощью одного устройства. Чаще всего криптовалюту добывают в пулах. Такой метод подразумевает распределение вычислительной нагрузки между несколькими пользователями. Ну и награду за блок они делят между собой, пропорционально потраченным мощностям. Для крупного майнера, одновременно управляющего несколькими мощными компьютерами, этот заработок может вырасти. Но для этого потребуется мощное оборудование. При этом майнинг криптовалюты может производиться несколькими способами. С помощью процессора, видеокарты или с применением чипов ASIC. Устройство майнер – это техническое решение, которое значительно более рентабельно в эксплуатации, нежели компьютер, даже мощный. Таким решением стали ASIC чипы – микропроцессорные модули, разработанные специально для майнинга. Для успешного майнинга вам нужно такое специализированное устройство – ASIC майнер или ферма из видеокарт. Используя центральный или видеопроцессор – КПУ или ГПУ, домашнего компьютера или ещё лучше смартфон – вы много не намайните. Это в лучшем случае будет несколько долларов в месяц. Посмотрите видео до конца и вы поймёте почему. Но давайте начнём с простого. Прежде чем приступить к добыче биткоином, первым делом понадобится кошелёк. Кошелёк – это небольшая личная база данных, которую вы храните в своём компьютере, смартфоне, планшете или где-то в облаке. Если вы планируете майнить биткоины и пользоваться ими, получая платежи или осуществляя оплаты, то без кошелька вам никак не обойтись. Также любое ПО для майнинга попросит вас указать биткоин-адрес, на который будет приходить результат вашей добычи в виде криптовалюты. Есть много кошельков. Вот некоторые рекомендуемые для старта. Блокчейн – сайт для создания онлайн кошелька. Как по мне самый простой и доступный. То, что нужно для новичка. Зарегистрировать в нём кошелёк ну очень просто. Достаточно ввести адрес электронной почты, пароль и согласиться с условиями предоставления услуг. Всё, кошелёк создан. Он предназначен для работы с биткоин, эсер и биткоин кэш. С его помощью вы можете оплачивать в данных единицах или принимать платежи. Чтобы увидеть адрес данного кошелька, нажмите кнопку «Получить». Он указан в поле «Copy & Share Address». Электрум – это уже инструмент для компьютера. Работает как на Windows, так и на Mac и Linux. Скачайте и установите его на ваш МПК. Укажите желаемое название кошелька. Укажите степень его защиты. Стандартный кошелёк, который защищён только паролем. Кошелёк с двуфакторной аутентификацией. Для мультиподписи потребуется установить электрум на ещё одно устройство, к примеру, смартфон. Последняя опция позволяет посмотреть нужный биткоин-адрес. Выберите любой из вариантов, но имейте в виду, что стандартный – самый незащищённый. Выберу кошелёк с двуфакторной аутентификацией. Создаём новый СИД, благодаря которому вы сможете восстановить доступ к кошельку в случае сбоев системы или потери устройства. Повторяем предложенную фразу в следующем окне. Устанавливаем пароль доступа к кошельку. А в следующем окне наблюдаем путь к нему. Вводим наш реальный имейл. В следующем окне появится QR-код, который нужно отсканировать приложением Google Authenticator, используя ваш смартфон. И ввести сгенерированный им код, предназначенный для этого поля. Кошелёк создан. Настройки в принципе все интуитивны. Вся история кошелька будет отображаться в закладке «История». Чтобы сделать отправку перейдите в вкладку «Отправка». Перейдя в вкладку «Получение» можно оформить получение. А адрес получателя здесь – это адрес данного кошелька. Оба описанных кошелька имеют версии для мобильных устройств. Ссылки на официальные сайты описанных кошельков я оставляю в описании. Как я уже упоминал, в случае если вы рассчитываете заработать много денег за счёт добычи, разумным будет купить аппаратный кошелёк, который является более безопасным. Это такие устройства, как KeepKey, Ledger Nano S, Trezor, Digital BitBox или другие. Ссылки на страницы данных кошельков будут в описании. Теперь перейдём к самому интересному. От мощности железа во многом зависит скорость и эффективность майнинга. Но программное обеспечение для добычи также не менее важно. Если вы соло-майнер, данный софт подключает вашу ферму к блочной цепи других майнеров. Если у вас есть пул, оно подключит вас к конкретному пулу. При использовании облачного сервиса для добычи ПО не понадобится. Основная задача программного обеспечения заключается в том, чтобы объединить оборудование для добычи в остальную часть сети биткоинов. Софт для майнинга контролирует вход и выход майнера, а также отображает статистику добычи, вращение кулеров и температуру. Вот несколько инструментов для примера. Начнём с двух инструментов-близнецов – BFGMiner и CGMiner, интерфейс которых имеет вид командной строки. Программа BFGMiner – вариант для людей, которые ценят надёжность и удобство. К пульсам софта стоит отнести возможность майнинга с использованием FPGA и применением мощности видеокарт. CGMiner – возможно самый известный и часто используемый инструмент среди майнеров на данный момент. Основан на исходном коде – KPUMiner. Это программное обеспечение имеет множество функций. Контроль скорости вращения вентилятора, функции удалённого управления, самообнаружение новых блоков с маленькой базой данных, поддержка нескольких GPU. Управление этими программами осуществляется через командную строку. Запустите программу. И введите в поле URL-адрес используемого вами пула. Предварительно требуется зарегистрироваться в выбранном вами пуле для добычи. В моём случае это antpool. Ссылка на него будет в описании. В поле username введите используемый вами в пуле логин. И пароль. В моём случае к компьютеру не подключены добывающие устройства, о чём и говорит программа. Если такое устройство, майнер или видеокарта будет подключено, то программа обнаружит его. Если нет, нажмите M и плюс, как подсказывает программа. Принцип работы CGMiner аналогичен. Ссылки на страницы описанных программ я оставлю в описании. Если вы только делаете свои первые шаги в майнинге, то описанные выше продукты будут для вас достаточно сложные, что может только запутать. Следующие программы для майнинга биткоинов должны быть более уместны для новичков. Что, впрочем, не исключает, что их могут применять на практике и более опытные пользователи. EasyMiner EasyMiner основан на графическом интерфейсе. И он также действует как удобная оболочка для описанных выше программ BFGMiner и CGMiner. Данное ПО поддерживает протокол сетевой добычи, а также протокол разработки Stratum. Может использоваться как для соло, так и для объединения в пулы. Если перейти в настройки EasyMiner, то можно увидеть, что с её помощью можно майнить криптовалюту с помощью видеокарты GPUMiner, процессора компьютера CPUMiner или устройства майнера ASICMiner. Достаточно настроить желаемый способ и нажать кнопку Start Mining. Давайте настроим добычу с помощью процессора моего ПК и посмотрим, что из этого получится. Вот характеристики моей системы. Итак, в меню CPUMiner я введу данные из моего аккаунта WANDPOOL Указываю имя воркера и его пароль. Вношу адрес пула и порт. Теперь перехожу в меню и нажимаю кнопку Start Mining. Процесс запущен. Если посмотреть в диспетчере задач, то мы увидим, что наш процессор загружен на 100%. Но обратите внимание на количество обрабатываемых моим процессором хэшей в секунду. Это очень мало. Вывод. Используя процессор компьютера, даже четырехядерный как у меня, много биткоина не намайнишь. Это неэффективно. NICEHASH NICEHASH – это именно тот инструмент, который нужен новичку, чтобы вникнуть в суть процесса майнинга криптовалют. Это одновременно и пул и инструмент для майнинга. Чтобы начать майнить, используя NICEHASH, загрузите и установите NICEHASHMiner. Ссылка на инструмент и сервис в описании. Добавьте в приложение ваш кошелёк. Нажав на кнопки Wallet. Я уже использовал NICEHASHMiner и поэтому у меня уже присутствует положительный баланс в моём кошельке. Добавьте воркера. Назовите его, как вам удобно. В настройках можете выбрать валюту, в эквиваленте которой будут отображаться добытые биткоины. Настройте автозапуск управления кулером. И последнее. Прежде чем запустить работу программы, необходимо протестировать доступные на компьютере устройства. Для этого в блоке Available Devices нажмите Hardware Details. Отобразится список доступных процессоров и видеокарт. В моём случае это только центральный процессор компьютера. Нажмите Benchmark All и выберите любой тип тестирования. Программа оценит его производительность. После этого переходим к основной панели программы и нажимаем Start. Майнинг запущен. На основной панели будет отображаться баланс добытых вами средств. А также предполагаемый при нынешних условиях уровень добычи в день. Нажав ссылку ViewStats Online вы попадёте в ваш кабинет сервиса AniseHash. Из которого можно увидеть статистику вашего аккаунта и выводить средства. Ссылки на страницы описанных программ я оставлю в описании. И ещё один тип майнинга. Это сервисы, которые используют веб-интерфейс вашего браузера. Хочу обратить ваше внимание на BTCMiner. Это, наверное, самый простой майнинг. Он доступен в веб-интерфейсе и не требует установки никаких программ. Просто перейдите на страницу сервиса. Введите адрес кошелька в специальное поле и нажмите кнопку Start Mining. И вот якобы сатоши начинают добываться прямо на глазах. Так вот я бы не рекомендовал вам особо увлекаться такими сервисами. Так как принцип их работы непонятен. И ходят слухи, что вывод средств из них не предоставляется возможным. Ссылка на BTCMiner в описании. Это далеко не все инструменты. Их на данный момент достаточно много. Детально останавливаться на работе каждого майнера я не буду. Это тема для отдельного видео. Какой бы я вывод сделал из данного видео? Для удачного и прибыльного майнинга вам понадобится создать собственную миниферму или пул из нескольких видеокарт. А в идеале вам потребуется специализированное устройство AsicMiner. Ни центральный, ни видеопроцессор вашего домашнего компьютера, ни ваш смартфон недостаточны для нормального прибыльного майнинга. Они являются слабоэффективными. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.